здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале и сегодня мы будем проводить пикировку наших томатов выращиваем томаты мы двумя способами то есть посев просто в почву без кассет и посев в кассеты кассетах конечно же удобнее но это когда позволяет место чтобы вырастить и расставить как-то растение ответе вынимаем не повреждая корневой системы в то время когда вот такие растения конечно же корешок немножко повреждается при пересадке но там от такое растение которое легко переносит принципе повреждения корешка особенно в молодом возрасте возрослом возрасте конечно же и и томату трудно повреждения перенести корня но в этом возрасте ничего страшного вот эти растения друзья были посеяны 20 дней назад за 20 дней они у нас в таком состоянии немножко перетянулись потому что надо было распекировать еще дней 5 назад но есть что есть принципе тоже ничего такого особо страшного мы при пикировке их будем заглублять вот часть мы уже от пикировали смотрите заглубили до семидольных листочков то есть все под семидольное колено так называемая под семидольное колено это расстояние от почвы до семидольных листочков мы заглубляем здесь пойдут образование дополнительных корешков друзья и сразу хочу ответить на вопросы наших зрителей можно ли выращивать без пикировки с помощью присыпки конечно же можно только сеять надо было сюда пореже или посеять густо если семена у вас как бы ну недорогие свои семена но затем проредить уже аккуратненько и подсыпать между ряде и между растениями проводить подсыпки чтобы они не вытягивались но смотрите сами за 20 дней вот так уже выросли растения сколько еще можно было бы даже подсыпая поддержать их вот в таком состоянии вы сейчас можете видеть на своих экранах вот правой стороны экрана друзья это рассада томатов выращена в ящике которая будет высаживаться с открытой корневой системы и в левой руке у меня это рассада в рассадном стакане в таком в которой мы сейчас проводим пикировку разница конечно есть главное преимущество выращивания стакана что при пересадке мы не повредим корневую систему в то время когда мы сейчас из ящика из этого будем вынимать растения произойдет повреждение корешка для такого большого растения повреждения корешка уже будет существенно влиять на его дальнейшее развитие поэтому палка как говорится о двух концах в рассадных стаканах быстрее растения приживется и пойдет в развитие но зато в рассадных стаканах выращивать сложнее это надо больше места больше заложить труда вложить в выращивание такой рассады в то время как выращивание рассады в ящике с помощью подсыпки занимает меньше места меньше трудозатрат но немножко жертвуем ранней спелостью еще такой вопрос был интересный стоит ли прищипывать корешки ну вот мы вынимаем из почвы друзья даже если мы сейчас не будем прищипывать эти корешки они уже сами по себе прищипнулись часть корневой системы осталась в этой плошке но я покажу сейчас нагляднее вот эта плошка я возьму немножко почвы и корешки здесь вот они есть как видите прищипывание корня происходит в любом случае при пикировке но есть противники тоже пикировок говорят что мы прищипываем начинает развиваться мочковатая корневая система которая затем не способна достать влагу и питание из глубинных слоев почвы друзья во первых ниже слоя гумуса в почве но мало какие элементы туда глубже вымываются во вторых влага тоже не у всех так близко чтобы корень через метр достал до этой влаги и в третьих вот путем посева то есть безрассадного выращивания мы получаем продукцию намного позже для выращивания поздних каких-то на переработку допустим томатов этот способ подходит но для получения ранней продукции к сожалению безрассадное выращивание никак не подойдет приходится жертвовать и корешком и своими трудозатратами мы выращиваем через рассаду также хороший вариант это выращивание конечно же в кассете не повреждается корневая если размер ячейки достаточный то можно вполне конечно неплохое растение вырастить в кассете без проведения всяких пикировок и так приступим к пикировке непосредственно для проделывания отверстий мы используем вот такой маркер за счет того что потянутое растение мы заглубляем их максимально ниже пальчиком прижимаем к нижним частям почвы и с одной стороны аккуратненько делаем вот такое углубление процедура не сложная и я уверен что многие из вас именно так и проводят пикировку растений томатов после пикировки мы проводим обязательно полив с применением какого-либо укоренителя чтобы помочь нарушенным корневым окончанием быстренько восстановиться от момента посева семян до высадки уже в грунт пройдет у нас 55 60 дней то есть если 20 дней этим растением уже то через один месяц 10 дней мы будем высаживать уже в грунт для того чтобы высадить их грунт иметь возможность надо четко рассчитывать сроки посева чтобы не оказалось так прошло 55 60 дней мы еще не имеем возможности по погодным условиям провести высадку поэтому я говорил и говорю всегда и советую нашим зрителям друзья не спешить с посевами мы примерно рассчитали чтобы в мае месяце когда у нас уже будет потеплее провести эту процедуру то есть высадку уже в тепличку вот на этом пожалуй все закончу свое короткое видео спасибо всем за внимание всего вам доброго до свидания до новых встреч